Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1385. Разбор ответов Архимандрита Амвросия Юрасова. Его книга 2. Вопрос 263. Надо ли православному христианину заботиться о своем здоровье? Отвечает Архимандрит Амвросий Юрасов. В 1975 году писал кандидатскую работу по теме «История баптизма. Разбор вероучения». Многие ребята интересовались этой темой. Работа вышла. Ее сразу распечатали и между собой распространили. Приехал я из Троицы Сергиевой Лавры в Москву на одну квартиру. Мне позвонить надо. А там телефона нет. Сказали, что телефон автомат внизу. Взял я две копеечки и позвонил знакомой. Набираю цифры и вдруг щелк, слышу какой-то разговор. Думаю, куда я попал? Разговаривают двое мужчин и, видать, молодые. Один из них и говорит, слушай, в Троице Сергиевой Лавре Иеромонах Амвросий написал работу об аптизме и начинает эту книгу разбирать, критиковать. Я слушал-слушал, а потом и говорю, ребята, что-то вы не туда поехали, неверно трактуете. Спрашивают, а ты кто такой? Я Иеромонах Амвросий. А как ты сюда попал? По промыслу Божию. Вот чудо, ведь в Москве несколько миллионов телефонов. И надо же было мне вклиниться именно в этот разговор. И именно тогда, когда они назвали мое имя. «Может, чуть-чуть раньше или позже я бы и не понял, о чем речь?» Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Прекрасная история, прекрасный шанс для благовестия. Отец Амвросий внезапно оканчивает рассказ об этом чуде. А для чего оно нужно, это чудо? Такие, в кавычках, чудеса у меня в жизни встречались многократно. Может быть, не столь яркие. Кто-то вклинился в телефон, и люди спрашивают, например, «Это бассейн Обь?» Все, здесь вода. Сразу же отвечаю. У нас есть бассейн, но назначение его совсем другое. «Ой, кто это?» Мы, православные христиане, свидетельствуем о мире, о любви Христа, о том очищении, которое дарует он своей кровью. И далее беседа на полчаса. Случается так, что минуты через две на том конце провода просят разрешения позвать их подругу, чтобы и она могла услышать этот разговор. Иногда эти телефонные чудеса заканчиваются личной встречей. Я вспоминаю о сотнях подобных звонков, и все до единого сразу же переводились на благовестие. А как же иначе? Такое чудо! Человек сам ко мне пришел на квартиру. Как можно упустить его, не возвестив ему благую весть? Год назад в краевом отделе юстиции, где регистрируются религиозные общины, я узнал о иеговистах, а у них правило идти от квартиры к квартире, вербуя приверженцев в свою секту. У меня опыт в этом деле нулевой. Тем более я только что вернулся после тяжелой операции на позвоночнике. Позвонил руководителю иеговистов и попросил рассказать, как они работают, с кем ходят, как начинают разговор, сколько времени проводят у каждой квартиры. Не знаю почему, но когда я назвал ему свою фамилию, он от встречи решительно отказался. Но уже через неделю у нас был такой опыт, что ни в каких иеговистах мы уже не нуждались. Сам Господь вразумлял нас на каждом шагу. Каждый день вдвоем мы обходили по 300-400 квартир. Моя болезнь стала быстро проходить. Каждый день мне приходилось несколько раз менять белье от пота. Я замерил высоту одной ступеньки и посчитал, что каждый день мы поднимаемся на километр и более вверх. Иногда квартиру открывали люди недовольные звонком и говорили «Сколько же можно?» Не дают спокойно отдыхать. Вы уже сегодня третий к нам звоните со своей агитацией. Но когда они узнавали, что мы православные, удивлению их не было конца. Иногда нас приглашали войти в квартиру, пытались угощать и говорили «Да где же вы были столько времени? Почему раньше не приходили?» Это не в одном месте. Бог совершает чудо с нами для того, чтобы дать толчок, проявить нашу любовь к Нему и к людям. Есть такое изречение «Одна спасенная душа стоит дороже, чем весь мир, наполненный золотом». Чтобы сотворить вселенную, Бог только сказал слово «Да будет». А чтобы спасти душу, он должен был сойти с неба, воплотиться, взять грехи мира на себя, быть распятым и воскреснуть. Любовь к ближнему как раз и выражается в благовестии. Субтитры создавал DimaTorzok